Если вы ждете субботу, то суббота совсем скоро, вернее суббота здесь. Вы на канале Минской Правды, меня зовут Марина Суббота, и в любой день недели для вас субъективный взгляд на объективные косяки белорусской оппозиции. Демократия как политический принцип могла бы взять своим девизом «пытался, проиграл». Неважно. Попытайся еще раз, проиграй снова, проиграй лучше. Эти слова родом не из диктаторской, хотя на самом деле разумно-авторитарной Беларуси. Их автор – немецкий профессор политологии из американского Принстонского университета Ян Вернер Мюллер, автор многих книг, среди которых «Что такое популизм?». На сотнях страниц, на английском, Мюллер, как и сотни других ученых на пальцах и не только объясняют, как современные политики выдают этот самый популизм за демократию. Увидеть это несложно, если хотеть увидеть. Но так круг замыкается. Электорат хочет видеть красивую и приятную ложь, популисты-политики ее дают. И все счастливы, но недолго. Что такое популизм? Если ближе к языку научному, то это политика, апеллирующая к широким массам, обещающая им скорое и легкое решение острых социальных проблем. Если проще, это когда политики говорят избирателям то, что они хотят услышать. А чего хотят? Хлеба побольше, повкуснее, но подешевле. И зрелищ поярче, поэффектнее, но бесплатно. И если внимательно почитать аж целого профессора из Принстона, то там можно найти одну важную мысль о популизме, которая очень не понравится обманчиво счастливым гражданам, затянутым в популизм. Проблема эта двусторонняя и виновны в популизме не только грешащие им политики, но и требующие его электорат. Один мой друг в этом случае говорит так. Запрос на популизм от населения – это как вопрос мужчине от женщины. А я красивая? Потому что женщина не допускает ответа «нет». Или мужчина считает ее красивой и искренне ответит «да», или из вежливости соврет, но тоже ответит «да». Виновен ли во втором случае мужчина? Конечно же, он соврал. Но виновна и женщина, вынуждающая к лжи своей неготовностью слышать что-то неприятное. Не так давно в Объединенных Арабских Эмиратах прошел климатический саммит ООН, участие в котором приняли полторы сотни лидеров стран, от президентов, премьеров демократии до диктаторов со всех континентов и шейхов. Шейхи, кстати, самые диктаторские диктаторы в мире. Но их диктаторами в демократиях никто не называет. Прокалывается разве что Байден. А почему? Потому что у шейхов слишком много денег. А с теми, у кого много денег, западные политики предпочитают сильно дружить. Несмотря на права человека и прочие, ничего не значащие в настоящей политике вещи. На традиционную церемонию фотографирования лидеров Дубая не явилось троица наших соседей. Президент Польши Анжей Дуда, президент Литвы Гиннатос Науседа и президент Латвии, имя которого без гугла никто не знает. Кто из них трус, кто балбес, кто бывал, решайте сами. Почему не пришли? Написала пресс-служба Науседы. Было бы лицемерием стоять плечом к плечу с главой государства, которое стало плацдармом для нападения России на Украину и которое также ответственно за катастрофические последствия этого для окружающей среды. Снимки такого рода называют семейными фото, а Лукашенко не является членом семьи, к которой мы хотели бы принадлежать. Все бы ничего, но есть нюанс. Этот Демарш не поддержал больше вообще никто. С Александром Лукашенко с удовольствием позировали следующие демократические граждане. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джоджио Мелони, премьер-министр Нидерландов Марк Рютт и даже великая и ужасная демократка, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйни. Тогда почему? Потому что популизм и скорые выборы. Объясним на примере литовского президента. Июль этого года, цитата Гиннесса на уседы перед саммитом НАТО. Украина не получит на саммите приглашение в Альянс, но страны НАТО найдут формулировки, которые не разочаруют Украину. Звучит вроде как красиво и обнадеживающе для литовского электората, воспитанного в традиции, за Киев в комментариях стоим до самого конца. Но по сути, а что сказал-то? Что за формулировка? Зачем формулировка? И самое главное, о Литве-то, которая наняла на уседу президентом, чтобы тот делал Литве, и литовцам лучше от этих формулировок будет жарко или холодно. Или как? А никак. Через две недели тот же на уседа признается, что Евросоюз вынуждает его разрешить транзит белорусских удобрений через Литву. Но он отказался. Звучит гордо. Вроде как да. И электорат может аплодировать своему лидеру, который стойко противостоит Лукашенко, и глянь ты на него, какой удалец перечит целому Евросоюзу из маленькой, но гордой Литвы. А когда аплодисменты утихнут, а хорошо ли для Литвы отказаться от белорусского транзита? Станет ли лучше от этого литовцам, для счастья которых нанят на уседа? Очевидно, что нет. Когда это поймет маленькая, но самоубийственно гордая Литва? И поймет ли? Август. Еще цитата на уседы. Поддержка белорусского народа остается непоколебимой. Правда, под народом имеется в виду электоральное меньшинство противников Лукашенко. Но гордо звучит. Правда? Гордый литовский зритель перед телевизором на уседу даже может и похвалить за непоколебимость. А колеблется ли что-то после этого заявления в Беларуси? Нет. Вы заметили непоколебимость поддержки? И мы нет. А литовцам от этой непоколебимости станет лучше? Нет. В сентябре на 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Литвы гордо приступает к, цитата, поиску альтернативных маршрутов перевозки украинских продовольственных товаров, к примеру, через порты на Балтийском море. Вот тут вроде однозначно молодец. Даже для Литвы не так ли? Не так. Зачем было отказываться от белорусских потоков товара? Ну да ладно. Но вообще-то к Украине куда ближе польские порты. И для Киева логичнее и выгоднее грузиться через них. А раз Киев экономически разумно от предложения Вильнюса откажется, зачем тогда заявлять? И самое интересное, если президент Литвы хочет транзит украинских товаров в свои порты, то вроде как нужно договариваться об этом с Зеленским напрямую. А зачем заявлять об этом с трибуны ООН? Для чего? Да для популизма. Заявил, вот молодец какой подумают литовцы, а там глядишь и проголосуют за еще один срок на уседе на посту президента. Прежде всего мы должны сделать очень четкие выводы из того, что произошло. Жить-то с ним в Литве стало как-то похуже. Доставку хлеба населению Гин это капитально проваливает. Но ставку делает на зрелище. Голодный, но воодушевленный электорат – единственно возможное следствие популизма, в которой, напомним, виновны и лидер, и электорат. В начале октября президент Литвы с супругой сходил в кино, что, конечно же, стало новостью для требующего популизма электората. Кино не простое, а документарий. Под названием «Невидимые люди, как Вильнюс, стал оплотом НАТО». В это надо просто вдуматься. Какие-то люди в Литве на полном серьезе снимают фильм о том, что маленькая Литва с населением в 2,8 миллионов человек – якобы оплот Североатлантического альянса. Надежда и услада всей планеты, что в политическом плане, что в военном. Они не стесняются называть эту фантастику документальным кино. На премьеру идет целый президент, что говорит о государственной поддержке самой мысли о том, что Литва – оплот. Но и литовцы, далеко не все, конечно, но некоторые смотрят, радуются и верят, что они оплот, что их Литва – оплот, потому что хотят в это верить. Отправляя в политические верха запрос на популизм. И верха этот запрос удовлетворяют, получая власти деньги. Все счастливы, но недолго. В мае следующего года в Литве выборы. Или перевыборы популиста на уседы. Чем ближе май, тем больше будет приятных литовскому гражданину речей. Возможно, даже покажут кино, в котором великая армия Литвы и в одиночку спасают мира от русских и всех остальных недемократий. А заодно отбивают вторжение на планету воинствующих инопланетян. Смотреть такое приятно, конечно. Но пока политический истеблишмент Литвы упражняется в самовосхвалении, Литва, как государство, проигрывает снова и снова. Иногда проигрывает хуже, иногда лучше. Но проигрывает. Дорогие литовцы, начинайте уже побеждать. Нам нужен сильный и умный сосед. А сила в правде. Она не такая приятная, как популизм, конечно, и не гарантирует стольких зрелищ. Но она возвращает хлеб.